Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это начало новой сетевой партии в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm. 10 человек на карте Архипелаги, и в этот раз мы выбирали цивилизации, они случайными играли, и мне достались кхмеры. Собственно, какие цивилизации у других игроков вы видите сейчас на своем экране. Ну, просто потому, что нежелательно на морской карте, чтобы кому-то морские цивилизации доставались, поэтому, видимо, их и забанили. Традиционно игра разбита на серии, спонсоры канала все серии сразу могут посмотреть во вкладке «Сообщество», а для всех остальных они будут выходить раз в день. Прошу воздержаться в комментариях от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников. Заранее вам спасибо и приятного просмотра. Блин, не очень мне место для столицы нравится. С другой стороны, мне некуда идти, чтобы что-то другое поставить. Тут я бы оставил, может, для другого города. Вот тут, кстати, кампус на плюс 4 будет. Конечно, если в прошлой игре у меня некуда было город поставить. Здесь, видимо... Сейчас у меня ровно противоположно. Ресурсов вообще нет. Ну ладно, нет смысла никуда идти. То есть, ну, на холм, кстати, это я производство себя лишу просто на ровном месте. Сюда идти... Мне не жалко пшеницы, но здесь само место отвратительное. У меня будет только две клетки обрабатываться. Нет, надо только тут ставить. Мореходство ускорил. Река. Так, я начну. Так как это у нас... Тут, мне кажется, разведчики не нужны. Я сразу с монумента... И на рост. Конечно, наука, но... Сейчас наука не так нужна. Так, открываем животноводство. Нам нужны лошади. У кого-то там есть хоть один-один. Так, значит... Сюда у нас точно кампус пойдет. Знаешь, вот... Тут кампус на плюс четыре. Из-за рифа и две горы. Одна клетка с одним производством. И, видимо... Одна клетка с одной едой и одним золотом. И еще одна клетка с двумя едой. Нам еще надо не забывать про акведук, между прочим. У тебя нормальное место. Все ферми вокруг города, как типичная гребешка. Сделай и все заебись будет. Не ругайся. Что тут как... Видишь, в рот сигарету положил и сразу ругаться. Да е-мое. Что мне? Какого же... Меня, меня. Я еще тут... Меточки ставлю. Так лагают метки, блин. Так. Ну, тут понятно, коммерческий и гавань. Можно и без меток обойтись, я думаю. Поехали. Акведук здесь, а не здесь. Потому что тут будет хотя бы соседство с наукой. А если я здесь поставлю, то у меня некуда будет производственный. О, где-то у меня уже... Блин, это что тут у меня вулкан? Не очень хорошо. Рил стратегия, это для того, чтобы искусственный интеллект умнее был. Это никак не влияет на... Короче, у нас между столицами, между мной и американцем, четыре клетки. Между... Да ладно. Даже не границами, а прямо между столицами. Да кто из вас двигался так удачно? Ну... Никто, они на первый ход. И я подвинулся, но я так понимаю, он подвинулся даже от меня. Ну, договаривайтесь, живите в мире, сотрудничайте. Иными словами не наша проблема. Ну, просто, ну, еще раз заново начинать. Мы уже больше часа, как бы, не начнем никак. Ну, время, да, уже завтра на работу. Можно уже назад. А, жалко. Я думал, тут река будет, и тут где-то город можно будет поставить. Успехами. Тут был бы хороший город. Ой, вот, Катя, если вот тут будет место еще, то сюда тоже кампус хороший влезет. Значит, надо где-то тут будет город ставить. Тем более, рядом... О, тут... Блин, мне надо посмотреть, тут гора или не гора. Ну, а вот еще и Алеонора. Так, это точно у нас большая карта, чтобы опять все рядом? Я пока никого не встретил. Нет, размер карты большая. Все, стопудово. Блин, надо еще тут посмотреть, что... Это важно, потому что тогда зависит от того, где я буду город ставить. Если тут ничего нету, надо будет город куда-то сюда ставить. А, тут еще, кстати, место есть. То есть, я не пойду сейчас туда вверх смотреть, я сейчас пойду сюда смотреть. Пойду сюда смотреть, потому что это важно, имеется ли тут место для города, потому что тут очень хорошие кампусы будут. Из-за рифа вот здесь. Ты мою ставицу. О, знаете, в чем проблема будет сейчас, если я открою лошадей, и они где-то вот тут окажутся. А если они здесь окажутся, вообще будет? Я за грека. Блин, может, без животноводства не открывать? И Алианна. Да. Блин. А теперь хватит, и потом отпадут с оба половина. Это, кстати, хреново будет. Слушайте, давайте я обойдусь без животноводства, пока я хочу сначала здесь поставить районы. Особенно... Я могу открыть письменность без животноводства? Могу. Ну, реально, вот здесь могут быть лошади. По-моему, на поймах не будет. На поймах нет, но вот на... На том месте вполне. Так, город вырос. Возле меня мало того, что одни луга, так еще и... Блин, что-нибудь на еду. Блин, еда без производства. Ну, я бы, наверное... Жалко не в эту сторону купилась клетка. Ладно, так оставим. Придется так пока. Ну, вообще, не очень тут. В плане места для столицы стартового, то есть темпа нету никакого пока. Медленно все строится. Медленно все открывается. Ну, тут выглядит, как будто нету горы. Еще важно, что там внизу. Да, нету, и тут еще я... Медленно все, что-то я забыл. Ну, а на редкий ресурс, ну, который счастье дает районы, можно ставить? Нет. Нет, по-моему, их ты никак не вырубишь. На бонусный можно. Ну, города можно на редкие ставить, так ведь? У меня вот лошади есть, но они, кстати, не в радиусе города. Четвертый. Блин, ну, вот видите, тут кампус не поставить, но зато тут еще можно плюс 3. То есть, видимо, сюда надо будет сюда какой-то город везти. Таким. И вот здесь кампус на плюс 3. Еще сейчас внизу посмотрю, что... Тут кампус в любом случае плюс 4. Ну, конечно, будет периодически вулкан извергаться, что не очень весело. Тут ничего не поделать. Валера пишет, пипец, у нас тут 10 клеток и 3 нации. Выходите в мореходство, плавайте, где-то рядом острова еще должны быть. Да. Ну, блин, давайте предварительно. Наверное, я вот сюда город хочу поставить скорее. А, нет, если я сюда ставлю, у меня треугольничек не получится. Тогда сюда. Сюда ставлю, производства нет никакого вообще. Блин. Ой, блин. Да, но это архипелаги. Тут всегда вот такие страдания. Должны быть. Тут еще с акведуком. А, слушайте, если я сюда ставлю, то... Нет, почему сюда акведук тогда можно будет. Акведук просто обязательно должен быть. Тогда у меня производство, конечно, не будет соседствовать с акведуком. Но хоть где-то акведук будет поставлен. Ну, и треугольничек вот так получается у меня, да. Так, слушайте, у нас тут новые варианты. Вот еще на плюс четыре кампус, да? Может, тогда тут город поставить? Раз, два, три, туда, сюда, кампус тогда влезет. Вот подскажите, опытные игроки, если ГГшку захватывать, она стоит без доступа к воде. Вообще, есть ли смысл в ее сохранении? Там даже к ведукам не достать до пресса. А ждать канала, что прокопать слишком долго? Ну, мы же не видим твою территорию, может, тебя вообще захватывать не надо. Я бы сначала все-таки поплавал, посмотрел, что вокруг у тебя есть. И, кроме того, смотри, ты на морской карте, тебе для захвата этой ГГшки да придется строить наземные юниты. То есть, ты потратишь какую-то производственную постройку наземных юнитов, которые тебе в будущем, видимо, не понадобятся, раз у тебя больше никого нету. В то время как все остальные люди сейчас пойдут чисто прямиком в морские юниты. Мне кажется, сначала разведка должна быть. Блин, в тюрьме хочется вот сюда город ставить. Ну, это здесь карта, ну, архипелаги, понятно. Но тут такие лабиринты, у меня такие перешейки. Ко мне варвары пришли где-то за 20 клеток разведчики. У меня три лагеря варвар вокруг. На девятый ход пришли варвары за 20 клеток? Я вот иду уже 15 клеток отсчитал, я не вижу этих варваров, которые убежали. Да, знаете, что, походу, сюда давайте город ставить, как ни странно. Да, не может быть в другую сторону, там только одна направленность. Сюда город, а сюда кампус. Такая клетка в один ход просто. Я понимаю, что тут будет вулкан, все мне кампусы может фигачить, а может мне не фигачить. Но тут кампус просто тоже на плюс 4. Раз, два, три. Ой, это два, и это четыре. Другое дело, я в этом городе не к веду, к ней поставлю, не священное место. Хотя священное место вот сюда можно от этого города влезть. Кстати, почему нет? Сюда священное место. Так. Ну и треугольничка не будет. Ну тут просто какую-нибудь гавань поставим. Так, ну давайте, раз я уже расставляю, так, на будущее. Не знаю, коммерческий центр тут явно мы будем откладывать. На долгий промежуток времени. Тут важнее будет гавани, конечно. Тут вначале я попытаюсь... Священное место, а потом кампус. Мне, конечно, надо после мореходства, видимо, в астрологию. Или в письменность. Нет, наверное, в астрологию. Потому что кампус... Священное место закмеров тут поважнее будет. Возьмем тогда эту богиню реки. Так, ну надо вверх. Мы еще ничего не нашли. Ни руинок, ни... Ничего. О, кстати, а там река, походу. Да, смотрите, тут исток реки. Отлично, еще города. То есть для закмеров важно ставить на реке будет. Священные места дают две пищи и плюс одно жилье, если находятся на реке. Кроме того, плюс три веры и плюс одно удовольствие от развлечений в каждом городе с акведуком. То есть акведуки тоже важны. Фермы рядом с акведуком дают плюс две еды. Ну, тут мы фермы вряд ли будем стоять, потому что, скорее всего, тут у меня будет производственный район. В этом месте. Потому что ресурс... Тут две... Две шахты, получается. Вообще, очень странное место, но зато подумать можно, да, где ставить... Где правительственную площадь, фиг пойми, где ставить. Может, предварительно сюда? Так, вот это вот уже отменяется точно. Потому что, если я сюда ставлю город, сюда уже ничего не влазит. И тут город я, наверное, пока не буду снять, потому что, скорее всего, тут я где-то поставлю на реке. Главное, чтобы тут варвары не появились. Так, что у нас тут... Может, купить эту клетку? Пока для столицы пускай растет быстрее. Да, наверное, куплю. У меня просто больше нету, где расти. Откуда? Привет, ты далеко? Не очень. Какая-то буря была? Просто справа... Пятой категории. И все они очень близко. Так, начну с ртути, чтобы счастье было. Потом обработаем пшеницу и можно идти открывать. А что в лошадях? Варвары сразу могут лошадей строить. Что-то почему-то думаешь, что... Потому что ко мне пришло четыре лошади и лошади. Я тебе говорю, варвары сразу могут лошадей строить. Если ты пропустил этого разведчика, то жди лошадей к себе. Даже хоть на третьем ходу. Без разницы, кто вышел в лошадей, кто не вышел. Скорее всего, еще никто не вышел в лошадей. Скорее всего, точно. Потому что лошади — это античность. Ну, вообще, если поставить сразу три... Да нет, невозможно. Все равно за 12 ходов... Без шансов. И в прошлое, говорят, тот же самый вопрос задавал. Я не могу понять, почему мне так везет на этих варваров. Ну, не подпускай этих к себе. Они уже подошли под горы. Три конника и один, что конный. Ну, туда идем. Счастья, потеряю город. Нет, варвары не могут захватить город. Да нет, не будут они его захватывать. Именно князь, что-то не потеряю. Ну, что, да, нормально. Так, здесь ферму ставим. Это для того, чтобы ускорить орошение. Интересные, конечно, места. Ой, сан. Какое-то название, не как мерзкое. Американцы очень лошадей. У нас радио с четырех клеток столицы у нас. Ну, значит... Значит, строй копейщиков. Открыть их еще надо. Да и строить... Туда прямой наводкой. У меня... У меня в пределах... Вот вообще... Тех, что я вижу... Для столицы, у меня... Одна клетка есть, на котором два производства. Производства больше нету вообще. Так. Что-нибудь тут новое. Ну, я, конечно, морские юниты пока не буду строить. Ну, и здесь пантеон нужен. А у американца раз, два, три лошади прямо рядом со столицы. И дальше в Ранней Империи. И другие эти ресурсы. Перма... Без шансов вообще. Так. Ну, мне еще долго открывать на самом деле. Слушайте, а если... У меня какой-то ресурс на рифе находится. Я его смогу обработать? Да, черепахи обычно на рифе. Ну, черепахи, да. Черень, я сам... Черень, если ты поставишь вот туда город, куда ты показываешь, то я вообще ни одного города не смогу поставить. Так у вас там плотненько все. А вы как-то на одном... На одном... Там я не могу город себе позволить поставить. У меня тоже сверху пустыни. Все, все, Кагар, будут тебя пилить. С одной стороны, Американец, с другой, Кри. Печально. Сделай упреждающий удар. Убейчи линию. О. Варвары появились, но, слава богу, не там, где я боялся. Пока тут они ко мне будут идти. О. Слушайте, вот тут нормально город становится. Раз, два, три. Сюда вот кампус еще влезет, да? Давайте пока предварительно кампус. Тогда, видимо... Видимо... Вот сюда нужен политическую площадь. Что у кого? Здесь много у кого, может быть. Я вижу твои границы, но я там далеко. Точнее, там лагер Варвара возле твоих границ. Норм, первая руинка вообще только найдена. Так. Да, вижу. Наверное, пойдем черепаху эту обрабатывать. Я смогу выкупить клетку. Будет три клетки обработано. Как раз ускоримся. Но я все равно этот город сюда пойду вставить сначала. А, подождите, вот может сейчас Трирема спавнится и захватывать. Да, да, конечно, с Кри воевать вначале так себе. С отстейком тоже. Там про отстейк они, по-моему, говорили. Ну, короче, я так понимаю, у тех ребят, что там были в прошлой игре, что у них там 10 клеток. У них все было намного лучше, чем у нас здесь сейчас. Не, ну у меня было мало, да, клеток, но у меня было чудо света прям рядом. Причем такое крутое на производство. Нет, он говорит про тех, у кого все рядом друг с другом находились. Так я рядом с друг с другом был. 8 или 10 клеток до столицы там чужой. Так, ну давай строителя. Я вот сейчас построю поселенца, и мне его просто некуда, некуда город ставить. Просто некуда, уже все занято. Разве что быстрее, чем Кри успеют. Ну, я уверен, что там тебя соседи врали, что у них просто нет места. Они все просто в твою сторону пошли, поставили города, чтобы у них оставалось еще место. Ну и выходи в эти, как их, в морские юниты, воюй, что-нибудь делай. Так, морские юниты тут вряд ли поможут. А что, у вас там не морские города? Ну, у меня такой заливчик в одну клетку. Так, ну и получается, от этого города, видимо, сюда надо священное место, а сюда акведук. Как-то так. Тут уже город никуда не влазит. Ну, тут лучше место на реке. Со всех сторон. Лучше. Конечно, Кри хочет там город поставить. Там кампус плюс пять будет. И так далее. И вообще там... Бегасе на морской карте кампус плюс пять, это прям... Да, там... У меня максимум на плюс три ставится. Ну, там рифу нужно учитывать. Какой-нибудь геотермальный напор. Ну, там не рифа, там просто, ну, горы. Пять гор? Нифига себе у вас там карта. Это мы играем на стандартном мире, не на новом, и у вас там пять гор? Так, я, пожалуй, возвращаться буду. У меня тоже опять гор, и я там дороже хочу делать. Так, следующим ходом у нас появится поселенец. Тут все правильно обрабатывается. Ну, давайте предварительно еще тут поставим меточки. Сюда, видимо, священное место, сюда квидук. На удивление, я думал, кстати, что на морской карте не так будет хорошо. То есть не так много рек будет для кахмеров. Слава богу, завезло пока. То есть вы считаете Бостон наглым городом? А мне выбора нет. Куда мне еще идти? Внизу снега. Ну, так вот, они пишут, что да, наглый город. А ничего, что он прям вот у меня под границами. И Вашингтон у меня под границами. И вообще, а этот... Валера, ты меня тоже не наглый город поставил? Не? Да, вообще, конечно, нагло столицу под столицу ставить. Так, значит, этого ведем сюда. Сейчас ко мне прибегут куча варваров. Я твоих границ не вижу. Наверное, сразу следующего поселенца строить. Не, пока не буду покупать эту клетку. Так, пять лет. Хотя... Нет, три, два производства, три еды. Не знаю, не знаю. Так, астрология. Вообще, я бы сейчас, может, священное место вначале построить. Вот прям пять ходов. Тут я понимаю, что тут плюс два, но тут, извините, кампус важнее, чем священное место. Что случилось? Да, у меня рабочий сам взял, вы не знаете, из города ни с того ни с сего. В конце хода. Это целое. Мастерство ускорили. Открываем мастерство. Так, что у него была команда, типа, пропустить ход. Так, три. Три, шесть ходов. Зато один ход мы растем. Да, пускай вырастет. Пускай вырастет. Так, тут надо... Сейчас он... Приверем, сейчас закроем эту клетку, и пускай они долбятся от меня. Вот возле твоей границы-то... Так, животноводство я не хочу открывать. Просто не хочу. Да. Чтобы лошади не появились. Идут ко мне. Так, а давайте в письменность прямо пойдем. То есть там перешейки есть? Просто у меня орошение сейчас нечем обрабатывать, потом орошение. Я не прямо ко мне иду, потому что у тебя не в одной клетке, а до меня им еще... Так, так, так. А если бы у меня уже всадники, как бы, здесь итакуют. Ну, у меня и всадники, и лучники атакуют. А если поставил шахты, а потом открыл железо, у тебя ускорится? Ускорится. Совсем ускорится. Раньше не ускорялось. А когда-то там, ну, в каком-то из патчей-то поправили. То есть, если у тебя стоит шахта уже на железе, где железо открывается, то обработка... Что там? Обработка железа ускорится. Кстати, еще вопрос, Леша. Ты в одном из давних видео писал про формулу стоимости... Типа там социальные институты, там сложность, что-то еще. Ну. А вот я не помню, ты... Ну, там было указано... Указывалось, открытые институты у тебя или у всех игроков? У тебя. Нет, подожди, там, по-моему, как-то зависит вот... Видишь, рядом... Сейчас, подождите, потому что иначе я просто... Один момент, прошу прощения. Справа от конца хода, видишь, есть шкала времени? Древний мир? Да, да. По-моему, это когда общий мир. Но я не уверен точно. По-моему, когда это высчитывается все-таки от общего... В каком... В каком этапе находится вся планета, а не конкретно ты. Так, я здесь встану просто... Или проатаковать? Давайте проатакуем. Вот, как там, лобстер. Так. Да, да. С чего начинать? Давай не будем встречаться в ближайшем, ну, до следующей эпохи. Давайте, наверное, с монумента. Я хочу кампус, как бы, построить быстрее. Так, здесь уже, к сожалению... И при чем-то встречаться и кампус? Ускорение. Письменно станете цивилизацией. Письменно, да. Ну, мы встретим, типа, что я там город скоро поставлю. О! Ну, я тоже... Уже эта клетка... Ну, я от Индропуры здесь поставлю священное место, потому что нам нужны священные места на... На реках. У меня просто осталось одно очко, и вот я уже работаю, и показ. Выбежу, какой. Ага, даже так. Ну, фигаси, у вас там... У меня три очка, и это не потому, что я тут особо ничего не делаю. Просто три очка нашлось, и все. Я тупанул, я в обычном виде, у меня семь. В принципе, можно им встречать. Блин, я бы вам отсыпал, у меня уже перебор идет. Потому что если встретимся, оба пойдем немного. Да. И ты, я тебе посоветую, тот лагер не захватывай. О! И типа, не надо его трогать. Не, я постою тут вот так. Так, значит, пантеон. Я думаю, что рыбацкие лодки уже... Нет, не взяли. А где богиня реки? Речная богиня. Плюс два довольства и плюс два жилья в городах, где священное место находится рядом с рекой. Ну, это пантеон чисто для коммеров, понимаете? И в моем случае у меня еще и есть реки. Так что берем. О, а что это город не растет у меня внезапно? На производство переключился. Ну, в принципе, пускай. Пускай. Надо достроить этот священное место побыстрее. Так, там стоим за... Хорошо, варвары появились. Видите, я тут могу стоять от них обороняться. Плюс пять к варварам. Сейчас в мастерстве я поменяю карточку с пантеона, потому что мне уже религия не нужна. О! Слушайте, вовремя очень сильно они с одного удара убивают лошадей. При создании строителей... Ну, ты имеешь в виду варварских? Хотя, что там явно еще плюс пять стоит карточка. Так, производство. Так. Здесь тоже растем. В этом городе, конечно, производства нифига нету. И рыбацкие лодки могли бы мне помочь производство решить. Но, мне кажется, речная богиня лучше в данном случае. Так, дальше мы пойдем пока в трудовую повинность. Хочу, чтобы Ранняя Империя сама открылась. И на следующем ходе, собственно, и откроется. И можно как раз будет карточку поставить на плюс пятьдесят процентов к поселенцам. И вот тут сейчас поселенец следующий можно будет строить. Так. Это вот Россия поставила лавру. Потому что видно, что Витя капает у него. Причем он поставил аж... Три. Вход. Блин, я вот сейчас... Ну, давно. Давно поставил. Протаковали меня два варвара. Но я тут все равно стою в защите. Но главное, чтобы просто они мне тут не приходили. Письменность открывается. Так. Вот вопрос, нужен ли мне Магнус. Тут как бы вырубать я ничего не собираюсь практически. Ну, пшеницу, да... Поэтому, я думаю, может мне лучше Пингалу, например, уже в начале взять. Хотя с другой стороны... Блин. Нет, давайте Пингалу. Что-то мне почему-то хочется Пингалу пока брать. Так, тут, значит, сменяем на 50% от поселенцев. Берем. Так, там моего воина атакуют. Это окей. Трудовая повинность ускорена. Ранняя империя ускорена. Все отлично. Так. О, тут уже недостаток жилья пошел. Ну, потому что не на реке. Конечно, тут вот в Андропуре надо бы ставить священное место. То есть оно тоже решит все проблемы. А тут, видите, и довольство, и жилье сразу. А, вы знаете, вот тут мне надо сейчас отступить. Все-таки пришел ему... Они могут проатаковать двумя дуболомами, убиться об него и добить потом прачником. Я лучше вот так встану. Письменность открыта. И я как раз пойду потихоньку поселенцам туда. Блин, там, врате, скаут бегает. Видите, сколько мне дает довольство и жилья священное место здесь. То же самое и в Андропуре. Я лучше вместо амбара, который дает два жилья, да? Я построю священное место, которое будет давать мне... Вообще дофига жилья, на самом деле. Три жилья будет давать. Ну, потому что плюс одно же ее на реке и от пантеона. Ну, пока не... А, блин, я не могу. Ну, четыре хода он вырастет, город. Да. На каком количестве жителей я смогу строить? Нет подходящего... Как нет подходящего места? Я вообще-то сейчас уже должен мочь строить это священное место. Да, вот. Блин, правда, 14 ходов. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!